Продолжение следует... 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 Я хочу вас поблагодарить всех за возможность организовать эту сессию. Эта сессия переводится на все языки ООН. Ну хорошо. Таким образом, чтобы больше не терять время, я хотела передать слово нашим паналистам. Вначале я задам ключевой вопрос в этой сессии. Ключевым вопросом является, в чем мы нуждаемся. COVID-19 обращает внимание значительным образом на разного рода проблемы, которые выходят за рамки обычного цифрового разрыва. Мы говорим также и о других проблемах. Мы осознаем, что интернет имеет ключевое значение, но интернет связан с огромной проблемой, связанной с дефабрализацией некоторых обществ и общин. К счастью, у нас многие представители именно этих сообществ. Инклюзия, включение имеет ключевое, основное значение. Разного рода инструменты были использованы. Также динамичная коалиция, которая занимается гендером, также занималась этой темой. Давайте начнем со Смиты. Мы обычно устанавливаем приоритеты в теме, которая касается равного доступа в контексте гендера. Может быть, Смита нам скажет, что по твоему опыту, также в рамках работы в динамичной коалиции, которую ты возглавляешь, что является основным приоритетом, на котором должно концентрироваться правительство в мире в контексте решения проблем цифрового разрыва во время COVID-19. Я хочу еще раз вам напомнить, что во время всех этих сессий панелисты будут попрошены, чтобы представить разные рекомендации для того, чтобы можно было всю эту информацию изобрать вместе и потом представить секретариату. Если можно, я вас попрошу, чтобы вы это учли. Это хорошее решение. Я сейчас попрошу тебя высказаться со своей перспективы. Каковы основные приоритеты, которые правительство должно учесть, когда сталкивается с проблемой цифрового разрыва в контексте COVID-19? Тебе слово. Большое спасибо. Надеюсь, что вы меня слышите. Большое спасибо за то, что задала этот вопрос. Я думаю, что это тоже очень подходящий способ начать эту дискуссию. Почему? Потому что, честно говоря, мы в состоянии обеспечить разумный доступ всем. Но если говорим об управлении, об информации, думаю, что в контексте COVID-19 то, что случилось, это в первую очередь то, что многие разные элементы, которые связаны с действительностью, касающиеся также и цифрового разрыва, были укреплены. Мы видим это в крупном плане. Мы начинаем это видеть. Правительство ощущает влияние отсутствия доступа. Отсутствие доступа не связано только с людьми. Это также случается на уровне макро. Мы все осознаем тот факт, что мы имеем дело с цифровым разрывом в контексте кендера. Но каково влияние этой ситуации? Это наш вопрос. Можем ли мы справляться с этим исключительно в связи с COVID-19? Причина, которая довела до такого цифрового разрыва, это не отсутствие доступа. Конечно, в некотором смысле, да, я участвовала в группе в прошлом году в наших встречах. Но одной из главных причин является также… Мы потеряли звук. Есть проблемы, которые касаются школ, и школы также влияют на отсутствие доступа. Мы имеем дело с мизогенией, мы имеем дело с языковыми барьерами. Все это вызывает проблемы с доступом. Если мы этих проблем не решим, не будет возможности, чтобы мы занялись этими вопросами. Это было уже затронуто. И по определенным причинам мы знаем, что это так и есть. Когда говорим о цифровом разрыве, зачастую мы сосредотачиваемся чрезмерно на тех вопросах, которые у нас на повестке дня. Мы говорим о мужчинах и женщинах, но гендер – это не только мужчины и женщины. Здесь в литературе много больше информации на эту тему. Мы на самом деле знаем, что пол – это не только вот этот спектр. У нас вселенная. И что случится, если будем говорить о бинарных вопросах? Одна из самых наболевших тем, которая была затронута и не была принята соответствующим образом, это то, что многие люди потеряли вдруг доступ к очень важному лекарству. Это люди, которые потеряли доступ к этому лекарству. Также люди во время транзита в другой пол, они также потеряли доступ к лекарству, которое им необходимо. Мы должны это говорить в открытую. Мы говорим о маленьких организациях, но эти организации работают для того, чтобы эту пропасть засыпать. Информация при COVID-19 имеет ключевое значение. Многие правительства пошли по дороге интернета, программных приложений для того, чтобы справляться с проблемой COVID-19. Когда все это происходит, как это выглядит в тех странах, где многие граждане не имеют доступа к интернету? У них нет доступа даже к телефонам, к мобильникам. Есть также проблемы с тем, чтобы загрузить эти мобильники с электроснабжением. Даже есть проблемы с тем, чтобы загрузить или эти телефоны, чтобы их подзарядить, потому что нет тока. Большое спасибо. Я считаю, что ты можешь даже больше сказать об этих проблемах. Я хочу напомнить участникам, в нашей группе около 70 человек, что мы можем задавать вопросы. Панелистам. Я думаю, что вы можете также пользоваться Q&A. Это функциональность, которую вы найдете в Zoom. Благодаря Q&A вы тоже можете задавать вопросы. Постараемся, чтобы эта сессия была как можно больше интерактивной. Не задерживаясь уже на этом, я хочу попросить панелистов, чтобы они придерживались к пряменному режиму двух минут. Сейчас мы переходим к человеку, который работает в коалиции по вопросам доступа к этому. Попрошу его, чтобы он передал побольше информации о том, как кризис COVID-19 в действительности обратил наше внимание на темы, которые связаны именно с работой этой коалиции. Какова должна быть работа именно этого правительства. Попрошу вас, чтобы вы дали мне знак за 30 секунд до того, как истечет мое время. Я хочу обратить ваше внимание на отдельные аспекты. Мы должны помнить о проблемах, которые выступают у лиц с неполными возможностями. Это вытекает из вопросов к политике. Я хочу сказать, что у нас 3 миллиарда человек с неполными физическими или умственными возможностями. Это один из семи человек. Это огромная группа людей. Мы также осознаем, что доступ к условиям и продуктам, которые являются цифровыми, дает непропорциональные преимущества тем, у которых есть доступ, но также является непропорциональным барьером для тех, у кого нет этого доступа. Это касается также тех лиц с неполными возможностями. У них нет альтернативных источников. COVID-19 именно усугубил эти проблемы. Мы, как люди с неполными возможностями, не имеем этого доступа. Это означает, что нет доступа к ключевым интернет-страницам и услугам, также и к сайтам, где можно сделать покупки онлайн. Мы зачастую не имеем к этому доступа. Общественная информация, которая касается COVID-19, зачастую также генерируется быстро. Поэтому доступ является ключевым, если такое происходит. И мы зачастую этого доступа также не имеем. Что касается поддержки образования, а также населения, мы говорим о ключевых вопросах. Потому что нельзя работать, нельзя обучаться во время COVID-19. Можно тогда потерять источник доходов. А тогда до конца жизни данный человек будет уязвимым. Люди с неполными физическими и умственными возможностями зачастую не имеют хорошего доступа к другим инструментам, как, например, оптоволокно. Мы говорим о людях, которые живут в удаленных местах на провинции. Большое спасибо. Ты посекундно, можно сказать, уложилась время. Ты затронула важные вопросы. Доступ к интернет-страницам это легко доступно для многих. Думаю, что многие провайдеры также будут подстраивать платформы соответствующим образом, для того, чтобы люди с неполными возможностями также имели свой доступ к этому. И очередная тема тоже с ним связана. Я думаю, что в контексте образования и образовательных аспектов это может иметь значение. Публичные библиотеки обеспечивают такой доступ, особенно во время пандемии. Валенция является представительницей также коалиции по вопросам библиотек и общественного доступа. Она скажет побольше на тему усилий, которые сейчас прилагаются в это время. Валенция. Большое спасибо, что ты ставил у тебя две минуты, чтобы бросить свет на эти вопросы. Спасибо. Что касается нашей коалиции, когда мы посмотрим на разного рода объекты, которые похожи на библиотеки, они как-то подстроились, чтобы поддержать инклюзивность. Многие библиотеки сейчас закрыты, но они помогли войти в этот цифровой пространство. Мы обращаем внимание на три ключевых элемента, которые могут позволить эффективно пользоваться интернетами. Это подключение к интернету, это умение, а также содержание в интернете, которое там находится. Важным аспектом также является поддержка ожиданий и обеспечение инфраструктуры. Также ноутбуков, общественной Wi-Fi, если это возможно. Особенно, если есть компьютеры, которые могут использоваться на основании договора в рамках определенного времени. Эти услуги могут быть важными для тех групп, которые являются самыми уязвимыми. Обычно это может им помочь найти работу. Я хочу обратить внимание на очередной вопрос. Есть на поддержку тех лиц, которые могут иметь слабые соединения с интернетом или у них проблемы с тем, чтобы пользоваться компьютером дома. И очередная проблема – это цифровые умения, навыки. Мы видели пример тому, как такая программа по цифровым навыкам может организоваться дистанционно. Например, во время сессии цифровых навыков – это сессии, которые предполагаются в виртуальной библиотеке во многих городах и странах мира. И эти навыки являются необходимыми. Мы должны поддерживать точки входа с инфраструктурой формальной партнерного обучения. Это может помочь многим людям, особенно взрослым, у которых может не быть доступа к таким навыкам. И третий элемент – это цифровое содержание. Во многих странах, если доступ к интернету позволяет этого, то библиотеки наблюдают повышенный спрос на цифровое содержание. И цифровое содержание – это очень хороший источник для того, чтобы делать исследование. Это очень нужно в пандемии. Это действительно имеет смысл. Большое спасибо, ты это очень хорошо представила. Я хотела бы попросить, чтобы участники пользовались также Q&A, для того, чтобы можно было эту дискуссию провести интерактивно. В связи с этим я также хотела бы попросить, чтобы высказались по рекомендациям для правительства, что нужно изменить в контексте COVID-19. Особенно в контексте конкретной работы, которую они делают. Джон Перрис с нами, она является представительницей ITRPC. То есть в рамках этой коалиции я вот также думаю, хочет ли Джон что-то сказать. Тебе слово. Мне что сказать? Можешь повторить? Да, вопрос следующий. Что ты считаешь, опираясь на ту работу, которую ты делаешь в RPIPC? И что правительство должно сделать, чтобы гарантировать ключевую цифровую инклюзивность? Наши действия сосредоточены на правах человека. Мы в наших Артих сосредотачиваемся на правах человека. И правительства очень сильно взаимосвязаны. Когда начался локдаун, необходимо было обеспечить и реализовать прав человека в цифровом мире. Доступ к интернету, участие в событиях онлайн необходимо для участия в образовании, для работы. Очень важно, чтобы правительство в ответе на этот кризис действовало на основе стандартов и норм по правам человека. Чтобы выполнял основные права и гарантировал основные права и свободы. Также в киберпространстве. К сожалению, многие правительства использовали эту способность, чтобы применить те насильственные действия, насильственные меры, ограничивать, возможно, свободу слова, проводить дискриминацию онлайн. Мы в нашей коалиции на все это смотрим и за этим наблюдаем тщательно. И мы наблюдаем, что происходит в контексте COVID. И мы надеемся на изменения. Большое спасибо. Большое спасибо, Джун, за твое заявление. Ты использовала две минуты полностью. Мы сейчас подведем итоги нашей первой части, итоги на тему интернет-разрыва. И Смита подчеркнула воздействие общества в контексте реагирования на цифровой разрыв в контексте пола и гендера. Второй пункт – это весомость гарантии доступа, общего доступа к интернету, доступ к публичному пространству библиотек в контексте пандемии. И третий пункт – это значение прав человека, значение тоже прав человека в киберпространстве, гарантия этих прав и свобод в контексте COVID-19. Я прошу наших экспертов написать рекомендации, чтобы могли предоставить секретариату наши рекомендации как итог нашей заседения. Итак, мы закончили первые 25 минут, которые мы открыли первой нашей тематике. А сейчас я передоставляю слово моей коллеге Татьяне, которая будет проводить вторую часть дискуссии по правам и свободам человека в контексте COVID-19. Татьяна, вам слово. Большое спасибо. Я тоже хочу сказать несколько слов на тему того, что мы услышали в первой части. В чате был задан вопрос, задал его Амали, и это, кажется, вопрос Валенсии. Какой уровень сотрудничества между центрами культуры и библиотеками в время пандемии? Валенсия, если ты можешь ответить письменно, пожалуйста, запиши свой ответ в чат. Если нет, то, пожалуйста, отнесись к этому позже, когда мы будем говорить о коалиции, которая занимается доступом к публичному пространству в библиотеках. В нашей теме мы сосредоточимся на защиту основных прав и свобод. Мы хотим обратиться к тем коалициям, которые работают в этой области. Конечно, работа любой коалиции будет связана с правами и свободными в какой-то степени. Но некоторые коалиции занимаются этим вопросом непосредственно. Джун уже говорила о том, как правительство, как частные предприятия реагируют на потребности продвижения прав человека во время COVID. И что это не всегда получается. Я хочу сейчас перейти к коалициям по устойчивости. Вы сосредотачиваетесь на восстановлении общества после COVID. Вы работаете с журналистами. Вы говорите о инфодемии. Я хочу, чтобы вы с перспективы вашей коалиции назначили важнейшие темы, важнейшие моменты в контексте необходимости восстановить общество после пандемии. Татьяна, большое спасибо за предложение. В общем, есть несколько моментов, на которые я хочу направить ваше внимание. Речь идет о том, что журналисты сегодня и вообще средства массовой информации относятся на разные явления. Недавно опубликовали исследования, и несмотря на то, что все больше и больше людей читает информацию онлайн, то все равно все больше журналистов видят, что падает их доход. И с чем это связано? Это связано с тем, что многое из того, что происходит онлайн, и то, что связано с журналистикой, со СМИ. И это связано с тем, что под угрозой находится финансирование. Это за счет прибыли за рекламу, за счет динамики рынка. И это влияет на сектор журналистики. Кроме всего, нет звука, пропал звук. Майкел исчез, а нет, он снова с нами. Еще одна вещь, о которой мы говорим. Мы говорим, что нет возможности свободы слова, свободы СМИ без СМИ. Так что одно из веществ связано с тем, что необходимо гарантировать свободу СМИ. А для этого нам нужно поддерживать СМИ, нам нужно, мы чувствуем, что вообще журналистика под угрозой, что требуется поддержка правительств, частных предприятий, тех, кто покупает рекламу, чтобы просто содержать СМИ, чтобы СМИ могли выжить. Все, я исчерпал мое время, большое спасибо, это было начало, я потом еще возьму слово. Спасибо, Майкл. Я глубоко уверена, что можете сказать больше во время сессии вопросов и ответов. Я вижу, что Оливье тоже хочет взять слово, пожалуйста, Оливье, а потом перейдем к цифровому разрыву. Так что тогда мы предоставим слово Оливьеру. Но до этого я хочу дать возможность высказаться группе по делам защиты ребенка. Мы много говорим про права человека, про основные свободы, но еще происходит существенная дискуссия о том, как пандемия воздействует на детей, как мы можем защищать детей онлайн. Джейн, каковы ваши взгляды на эту тему? У меня была возможность участвовать тоже в предыдущих сессиях. Да, мы затрагиваем эти вопросы, мы затрагиваем права человека в нашей деятельности. Но, как было уже сказано, профессиональный журнализм не исчез. Но сейчас нам нужно за него платить. Но знаете что? Я подписался на различные сайсы. Это стоит много денег. А у детей нет денег. У детей нет денег, чтобы купить правду. У детей нет доступа к письму профессиональных журналистов. Журналистов, которые хорошо умеют писать, которые занимаются нарушением прав человека. Так что детям необходим доступ к хорошему качеству журнализму. Дети все чаще получают знания на случайных платформах. Так что вопрос журналистики – это вопрос прав человека. И я могу сказать, что я абсолютно согласен с тем, что было сказано в самом начале. Я согласен с тем, что сказала Смита. То, что обнаружил кризис, связанный с COVID-19, это не новость. Сейчас все больше детей, которые звонят на линии доверия, которые просят помощи. Это дети, которые не в состоянии участвовать в занятиях онлайн. В Великобритании более 3 миллионов детей не имеют соответствующей интернет-связи. В США это 9 миллионов детей, у которых такого доступа нет. Так что это ситуация двух самых богатых стран в мире. А что происходит с детьми в других странах, в странах, которые не так богаты. То, что у ребенка есть мобильный телефон, это недостаточно для того, чтобы он сделал уроки по химии. Это недостаточно для того, чтобы написать произведения, чтобы написать сочинения. COVID-19 выдвинул на первый план некоторые проблемы. Он увеличил их, но они были еще до этого. Спасибо. Спасибо вам. Мы еще к вам вернемся. А сейчас я хочу попросить Оливера из Динамической коалиции по основным ценностям интернета. Вы знаете, Оливер, что наша коалиция, которая занимается основными ценностями интернета, она занимается всем в интернете. Мы знаем, что есть определенные правила. Вы говорили о разных интервенциях носителя прав ребенка, прав человека. Как ваша работа, связанная с этими основными ценностями в интернете, как ваша работа может поддерживать ту же сферу прав человека? Вам слово. Большое спасибо, Татьяна. Я услышала здесь очень много разумных высказываний. Наша динамическая коалиция сосредотачивается прежде всего на технических вопросах, что касается здесь в интернете, работы интернета. То есть мы занимаемся техническими вопросами. Это все вот эти правила end-to-end, это открытость интернета, это не дискриминация. Но, к сожалению, то, что мы сегодня наблюдаем, сегодня, это то, что правительства очень часто делают не то, что нужно, они делают что-то абсолютно обратное. Проблема в том, что у детей нет доступа к интернету, что у взрослых нет соответствующего доступа к интернету. Пандемия перенесла большинство наших действий в интернет-пространство. А правительство сосредотачивалось вообще на других вопросах до той степени, что в рамках нашей коалиции и также и другие коалиции писали и говорили о том, что правительство сверхконтролирует интернет. Это тормозить политическую оппозицию, потому что это удобный инструмент, здесь можно много сделать, используя искусственный интеллект, используя приоритизацию данных. И понятно, что на этот трафик нужно как-то повлиять, но если этот трафик используется для политических целей, чтобы себе обеспечить преимущество, чтобы обеспечить преимущество самым большим предприятиям, которые функционируют ценой пропадания меньших предприятий, то это абсолютно отрицательное явление. И наша коалиция подписалась под таким заявлением относительно такому явлению. Большое спасибо, Оливей, спасибо, что вы так кратко отнеслись и так существенно отнеслись к вопросу. Может, это вызовет различные вопросы, но мне кажется, что многие ценности, многие права, они взаимосвязаны. Мы говорим про детей, мы говорим про девочек, про мальчиков, мы говорим про гендерные вопросы. И я хочу обратиться к Смите. После того, как вы выслушали эти высказывания, после того, как вы выслушали высказывания о тему прав человека, хотите вы что-то добавить, прокомментироваться? Мне кажется, что таким важным вопросом, о котором нам нужно поговорить, я об этом писала в чате, это, конечно, доступ к образованию, это доступ к информации, но это тоже вопрос в том, кто этот доступ получает. И когда мы попадаем в киберпространство, мы начинаем пользоваться технологиями, то это уже совсем другой вопрос. И во время COVID мы видим, что растет кибернасилие, кибернасилие связанное с полом и с гендером. Во время локдауна мы видим, что насилие вообще увеличивается. А это что значит? Это значит, что мы опять возвращаемся к основным правам человека, к правам к недискриминации, к образованию. Мы говорим тоже о доступе девочек, женщин к этим технологиям, несмотря на то, поддаются они насилию или нет. Если такое кибернасилие происходит, то нельзя сказать, окей, тогда я перестану пользоваться мобильным телефоном. Нет, речь не о том. Когда мы говорим о доступе, когда мы говорим о праве к доступу к интернету, то мы говорим об этом здесь, на данном форуме. И это место для, конечно, такой дискуссии. Но стоит еще задуматься, а простым ли является такой доступ для людей, которые не общаются на языках ООН, на основных, самых больших языках? Сложно ли мне попасть в такое заседание, чтобы высказаться в таком заседании? Что с группой людей, которые бы хотели взять слово? Что с учителями из небольших городков, которые тоже хотят высказаться, им тоже должно предоставляться слово? Мне нужно было кликнуть пять разных мест, чтобы найти ссылку на это заседание. Когда я проходила регистрацию на форум, у меня были проблемы с регистрацией. У не всех есть соответствующие умения, у не всех есть возможность даже правильно заполнить опросники, разные формуляры. И над этим тоже стоит задуматься, что можно сделать, чтобы поменять эту ситуацию. Так что, конечно, то, что мы хотим, это одно, а то, что мы делаем, это часто совсем другое. Я читаю то, что пишет в чат Джон. Джон, я не знаю, хочет ли ты что-то еще добавить. Нет, я немного хочу добавить к тому, что написал в чате. Я был под впечатлением выступления Майкла. Мне жаль, что нет времени, чтобы об этом говорить. Так что те системы, за которые нам нужно платить, что нам нужно платить за правду. У детей нет денег. Дети заходят на сайт, и ребенок считает, что, например, никогда не было геноцида, или что Америка выиграла Вторую мировую войну, а Советский Союз не был к этому никакого отношения. Что делать с такой информацией? Что с этим делать? И здесь механизмы управления интернетом должны что-то с этим сделать. А если не могут, то мы вообще тратим время. Да, Джон, у нас есть время, чтобы об этом поговорить. Мы всем перерывали брутально. Майкл, вам слово. Может ли что-то в этой области сделать управление в интернете? Да. Что нужно увидеть, что нужно понять, что касается журналистики и устойчивого развития? То здесь многие вещи соотносятся друг с другом. Это не просто группа каких-то субъектов, которые необходимо подключать под диалог. Нет, нам нужны совместные усилия. Это почему Порум IGF может поддержать объединение сетей, которые столь широкие. Я часто об этом говорю в контексте устойчивости развития окружающей среды. Что касается журналистики. Что мы сделали в этом году, что мы сделали в начале этого года? Мы публиковали заявление, призыв, в которой подписало более 80 организаций. Мы собирали рекомендации из различных стейкхолдеров из нашего сектора. Технологичные предприятия должны перестать помещать некоторые формы реклам или статей насчет COVID-19. В начале года многие рекламодатели не разрешали публиковать посты на тему COVID-19. Нельзя было упоминать некоторые названия, названия некоторых фирм. И это, конечно, наносило ущерб хорошей журналистике. Примеров можно приводить много. Я могу подчеркнуть нужду в расширении доступа к интернету. Это критический момент, и это очень важно с точки зрения спроса на журнализм, особенно на южном полушарии. Наблюдается потребность в дискуссии. Что могут сделать правительства, что могут сделать предприятия, чтобы нас поддержать? Особенно, что касается финансов, могут сделать много. И поэтому наша коалиция, коалиция, которая занимается устойчивостью, считает, что очень важно, чтобы подключать журналистов под дискуссию, чтобы они участвовали в дискуссии, чтобы их вовлекать. И сейчас эти общие усилия очень нужны. Большое спасибо, Майкл. У нас осталось еще несколько минут в рамках текущей сессии, поэтому я в связи с этим... Вот Джон хотел бы что-то добавить. Пожалуйста. Где большинство денег, которые когда-то были движущей силой, журналистике не в карманах кого-либо из нас, если правительство примет соответствующие правовые решения, которые выдадут такое распоряжение, чтобы Гугл поддерживала журналистов, но это другое дело. Нам нужны рыночные механизмы, которые позволят решить эту проблему, потому что существует отсутствие равновесия, которое является очень выразительным между тем, что журналистские организации делают сейчас, а крупные технологические компании, я не буду называть никаких из них, но как они воспользуются этой ситуацией. Существует множество юридических вопросов в Австралии, в ЕС и в США. Я не хочу подчеркивать только отрицательные случаи, примеры, но есть также и положительные примеры. Многое происходит. Это также является главным элементом нашей дискуссии. На самом деле я за диалог, но я не вижу каких-либо существенных изменений, которые бы происходили сейчас. Майкл, ты видел, что Фейсбук угрозил взять свои услуги обратно из Австралии, если две-три маленькие компании на самом деле вызывают вред, причиняют вред и не принимают участие в этой дискуссии. Дорогие панелисты, нам нужно сейчас уже закрыть эту дискуссию. да, ты права, я тебе правильно написала, что есть еще несколько минут для того, чтобы поговорить немножечко о правах человека. Может быть, кто-то из этой коалиции выскажется, пожалуйста, вам слово, у вас в распоряжении две минуты. Спасибо, я, пожалуй, передам слово, Джон. Что касается прав доступа к интернету, Мартин справедливо заметил, что это вопросы, которые пересекаются, они доступ, это не только то, чтобы нажать на одну кнопку, доступ начинается в другом месте. Доступ и доступность это совсем другие вещи, потому что доступность все меньше. Особенно если возьмем 10-летнего ребенка, нам нужно также подумать о праве на информацию у 5-летнего ребенка, тоже есть права на то, чтобы получить информацию. Это было записано в конвенции прав человека. И в этом заключается проблема, и мы знаем, что правительство уходит от своих обязательств, касающихся прав человека, позволяя компаниям входить под предлогом пандемии. Поэтому нам нужно требовать наших правительств, чтобы они придерживались стандартов, и чтобы они это делали, уходя от доминации честного рынка. Вместе с информацией появляется дезинформация, противоречивая информация. Это не то, что все говорят одно и то же в одно время, но нужно различить факт, истину и информацию, которая является просто ложью. Нам нужна разнообразная информация, потому что мир не черно-белый, нам нужно свою истину находить, интернет может нам это обеспечить, но правительства должны как-то подействовать в этом плане. Я все менее терпелива в этом плане. Это очень хорошее резюме касающееся основных прав и свобод. То, что сказала Марина. мы переходим таким образом к третьей стадии, которая касается субъектности. Я хочу передать слово Ханан, которое будет вести очередную фазу нашей сессии. Большое спасибо всем говорящим, которые с огромным увлечением высказывались. У нас многие высказывания, которые относятся к основным правам. Мы как люди сейчас, как пользователи интернета, ролью которой сейчас играет огромную роль, являются в центре. Давайте обратить немножечко этот вопрос и посмотреть на другую роль общества. Я хочу поговорить о роли молодежи. Как молодежь справляется с вопросом связанными с инклюзивностью в эру пандемии. Я хочу включить Густава в этот разговор, чтобы он посмотрел на другую сторону медали, чтобы представил, как это выглядит в перспективе пандемии, но также смотря глазами молодежи. Густава, который представляет коалицию молодежи именно. я не знаю, ты меня слышишь или нет. Да, слышу. Я здесь. Прежде всего, нам нужно повторить все эти пункты, которые были высказаны раньше. Я хочу подчеркнуть и немножечко подытожить то, что было сказано до этого пандемия COVID-19 усугубило раньше существовавшие неравенства и экономические, и связанные с возрастом, и с доступом. И это не все, что касается молодежи, особенно в плане образования, политических вопросов, таких, как избирательные вопросы. Все это было первым перед самыми главными вопросами для нас, то есть перед образованием молодежи, стало второскепенной. Все это последующее поколение сошло на второй план по отношению к тем, что сейчас происходит в мире. И мы это видим, когда смотрим на выборы. Именно сегодня так это выглядит. Я скажу больше. В рамках нашего семинара в Бразилии мы пришли к выводу, что нам нужно более всехстороннего понимания того, чем является интернет, какую роль он играет в обществе, в бизнесе. Это то, чего нельзя не понимать. Ясно сейчас, что обучение людей тому, чем является интернет, как он работает, как работают разные платформы, вопросы связанные с информацией, это все необходимо не только в ВОЗах, но также в рамках основного обучения. Это не то, о чем мы должны молчать. Мы не можем себе позволить, чтобы об этом молчать. Это должно затрагиваться во всем мире. В будущем это будет основная жизненная компетенция. Большое спасибо, Густаво. Это действительно стоит запомнить все то, на что ты обратил внимание. Хочу отнестись к тому же вопросу и направить его к Кристоферу. Кристофер представляет коалицию, которая занимается теми, кто соединены и не соединены. Мне кажется, что вы говорили, что во время пандемии очень многие вопросы были выдвинуты на первый план. В разных секторах это по-разному выглядит. Я хотела бы послушать, какую роль вы сыграли как коалиция в плане повышения осведомленности обучения также правительства касательно потребностей граждан. Криса еще нет. Надеюсь, что уже получится выйти на контакт с ним. Кристоф, ты слышал вопрос? Надеюсь, что да. надеюсь, что получилось. Здравствуй, Кристофер. Я думаю, у тебя выключен микрофон. Мы тебя не слышим. К сожалению, мы не слышим твой голос. Нет. давайте попробуем решить технические вопросы с микрофоном. Мы к тебе вернемся. Мы точно хотим послушать побольше о работе, которую вы делаете в вашей технической коалиции, повышая осведомленность о некоторых проблемах. А сейчас я вернусь к Джерри. Я знаю, что вы очень многое делаете в плане основных действий. Джерри, может быть, я хотел бы рассказать, что вы делаете. Я имею в виду эту образовательную карту. Я имею в виду инклюзивные действия. Большое спасибо. Мы повышаем осведомленность о том, что не только мы говорим о том, насколько важна инклюзивность для всего общества. На самом деле это общество об этом говорит. Генеральный секретарь Антонио Бутерес начал говорить в 2019 году о стратегии инклюзивности. Он говорил о том, что когда мы избавимся от барьеров для лиц с неполными возможностями весь мир от этого извлечет свою выгоду. В декабре Accenture опубликовала на отчет, который говорит о том, что есть экономические пользы от включения лиц с неполными физическими и умственными возможностями. это в пользу всем. И что касается конвенции по правам лиц с неполными возможностями, там больше всего об этом говорится также и о целях устойчивого развития. Дорожная карта КСДГ также относится к миллионам человек с разными видами неполных возможностей. Что касается ИДГ, здесь у нас сотни сессий. Если кто-нибудь хотел бы все это посмотреть на видео, это продолжалось бы около трех лет, но из-за того, что у нас титры доступны для тех, кто не слышит, благодаря этому мы можем поискать автоматические содержания, которые нас интересуют. Это гораздо легче для всех, не только для тех, кто не слышит. Большое спасибо. Сейчас я вернусь к Ристоферу, который, по-моему, уже решил технические проблемы. Надеюсь, что нам удалось уже выйти на контакт и послушаем о вашей работе с теми сообществами, с которыми вы работаете. Если вы меня слышите, да, большое спасибо. Я рад, что я могу представлять динамичную коалицию по инклюзивности. Мы продолжаем нашу работу, стараясь не изобретать колеса. Мы стараемся учиться у тех, кто уже работает во всем мире. К сожалению, очень скудная информация существует в успехе или неуспехе. То есть мы начинаем сначала. К сожалению, те данные, которые собираются, зачастую не позволяют нам сделать сравнение между проектами. В нашей базе данных мы собрали около 1100 инновативных способов соединения людей с интернетом, повышая возможность соединения, также преодолевая некоторые барьеры, которые связаны с полом, с инвалидностью, но также с доступом пожилых лиц. Мы многие вопросы затрагиваем. Но я хотел бы отнестись к более тысяче инициатив. Мы сделали их доступными на нашем веб-сайте. Мы стараемся создать такую базу информации, которая поможет узнать кое-что людям из всего мира, передать информацию на эту тему, на тему того, что работает, а что не работает. Часто люди, которые работают где-то на местах, не знают, как составлять отчеты о том, что они делают. Мы сосредоточиваемся на успехах, а забываем о поражениях, из которых мы тоже можем что-то извлечь. Может быть, я немножечко ошибся по времени, я вошел не вовремя, но хотел бы отнестись к вопросам, которые связаны с образованием. И это то, чем занимается наша коалиция главным образом. Мы участвовали в двух международных проектах ГИГА, то есть об объединении или соединении каждой школы. Это координируется ЮНИЦЕФом. И очередной проект, который координируется профессором из Великобритании, это образовательная программа для самых маргинализированных лиц. И у нас конкретный случай, пример того, чем является IGF. Не все, у кого дети школьного возраста имеют доступ. И именно пандемия бросила свет на то, насколько важно присутствие в интернете. Это очередной шанс, чтобы понять, насколько важен интернет. Но пандемия также усугубила неравенство в образовании. В июле месяце мы услышали, что многие ученики и студенты на самом деле сказали, что они потеряли академический год, потому что нельзя вести эффективное обучение таким образом. Так что есть наболевшие проблемы, но с другой стороны мы видим очень много инновационных реакций, решений, которые дают фантастический шанс, чтобы чему-то новому научиться. Конечно, как говорят, нужда заставит. Мы видим, что появляется все больше отличных способов того, как повысить присутствие в интернете. Также в рамках частного сектора в Республике Южной Африки, например, был дополнительный спектр к оптоволокну. Также делаются субсидии на ноутбуке, образовательный контент обеспечивается. Это все инновационные интересные ответы, которые приносят много хорошего. Мы также узнали, что есть предварительные условия для того, чтобы вести образование УМАИ. Для нас проще всего это будет для того, чтобы понять необходимость в том, чтобы иметь интернет-связь. Такая связь должна существовать, должна быть дешевой, но качество также играет роль. Мы видим, что в середине пандемии из-за очень большого использования интернета интернет во многих странах просто замедлил. И это было очень выразительно в Италии. Эта инфраструктурная база была большой, но недостаточной для того, чтобы обучаться при использовании видео. Большое спасибо, Кристофер. Извини, что я тебя перебиваю. Ты очень хорошо справляешься. Твоя работа доступна на веб-странице IDF, но я должна тебя перебить, потому что есть еще один стрек, который нужно обсудить до того, как закрыть эту стадию. Пожалуйста, смотрите на чат, много чего происходит, там интересная дискуссия, наши панелисты также постоянно что-то там добавляют, участники что-то пишут. У нас еще три вопроса, надеюсь, что нам получится ответить как минимум на три из них, но последний элемент в моем списке касается роли придания субъ субъек субъектности, когда мы придаем субъектности людям, когда позволяем им управлять, создавать международные политики. Это суть нашей работы, это нелегко. Мы думали, что работа онлайн позволит включать многих лиц важные процессы по созданию политики, но мне кажется, я сейчас передам слово стюарту, который отнесется к этой конкретной теме, может быть, если Костов потом хочет кое-что добавить, я вам слово, как придать субъектность этим лицам. Пожалуйста, позволь нам понять картину, что сейчас происходит, Костов, пожалуйста. я должен признать, что я занимался библиотеками, исследованиями, образованием, и я считаю, что библиотеки могут сыграть существенную роль в продвижении доступа к интернету, чтобы побороть эту интернет-пропасть, кибер-пропасть, если, конечно, их сотрудников будут соответствующие квалификации, и это то, над чем мы трудимся во время в пандемии, мы стараемся расширить доступ к пространству библиотек, к обществу. Есть несколько вопросов, которые важны для нашей целой дискуссии в контексте вовлечения. Мы сегодня свидетели огромного использования ресурсов библиотек широкими группами. Я имею в виду не только молодых людей, которые слушают аудиобуки, я имею в виду здесь и пожилых людей. Валенция тоже об этом говорила во время своего высказывания. Мы видим этот прыжок в образование онлайн. Я хочу в этом контексте обратить внимание на несколько моментов. Конечно, есть проблемы. Некоторые из них касаются лицензий относительно информации, которые предоставляют библиотеки, ограничение количества участников, которые могут пользоваться ресурсами в одно время. Кроме этого, ограничение в количестве ресурсов, книг, которые можно брать на прокат, которых можно пользоваться, количество скачивания текстов. Я скоро покажу ссылку на исследование. И есть еще вопросы авторских прав, вопросы, которые часто появляются. Люди говорят, что иногда лучше просто купить абонемент в Нетфликсе, тогда их этой проблемы не будет. Если мы перейдем к вопросам рекомендации, нам нужны четкие правила, какие ограничения в образовании онлайн, нам нужны тоже повлияние на цен ибуков, потому что эти цены просто скандальны. есть еще вопрос кибербизнеса, что не хватает устройств. Знание это мощь. В аспекте образования знания так же важны, как и вопросы субъектности. И мы сейчас слушаем два высказывания в контексте интеграции меньшинств и участия в процессе принимания решений. и сейчас я передам доставлю голос Мухаммеду и Смите. Мухаммед, скажите, вы можете сейчас высказать, вы меня слышите, вы можете взять слово, это вопрос связан с субъектностью, с интеграцией меньшинств или с интеграцией меньшинств, которые недостаточно представлены. Дамы и господа, простите за то, что вы меня не видите. У меня очень слабый интернет, вы сможете меня получить только версии аудио. Я хочу затронуть две-три вопроса относительно инклюзивности и субъектности. Если мы хотим приводить субъектность, то нам необходимо такие сообщества, как люди с неполноценностями, чтобы они были участниками дискуссии. Если в нашей дискуссии нет таких людей, если они не сидят с нами за столом, то такая дискуссия не будет достаточно эффективной. Говоря о политике коалицей динамики. Мы слышали, что тоже все больше работ будет проводиться онлайн, что будут содействия. Мы обратили внимание на различные помехи, проблемы в соединении с интернетом. мы обеспечили финансовую поддержку людям, у которых есть проблемы с доступом к интернету. Мы дали им возможность участвовать в ITF. Мы тоже организуем хаб для людей с неполноценностями. И благодаря гранту, который предложил нам Google. так что наши действия проводятся в сотрудничестве с Google. И я хочу сказать, что в следующем году, если форум пройдет в физической форме, будут также предоставляться финансы на поездки. Вы сказали о том, как можно гарантировать большую инклюзивность. это здорово. И я хочу еще попросить, чтобы ты предоставил еще конкретные рекомендации в письменной форме. А сейчас перейдем к Смите. У нее точно есть что сказать. Большое спасибо. Я думаю, что одна из таких вещей, которая нам очень нужна в контексте борьбы с разрывом в интернете, это следующая вещь. Одной из причин проблем. Многие люди не могут никак быть на связи с реальностью в своей ситуации. Мы не знаем, почему у них эти проблемы. И пока люди не смогут снизу предпринять меры. Иначе это просто будут слова просто где-то в облаке. Нужны инициативы людей. В мини-развитых государствах, мини-развитых сообществах, сообществах, которые не пользуются английским языком, мы все еще остаемся в таком режиме кризис-интервенции. Появляются различные проблемы. Вопросы пола начали учитываться тоже на форуме в связи с тем, что люди, которые умнее меня, начали говорить о том, что этот вопрос нужно затронуть также в контексте проблематики, связанной с интернетом, с управлением интернетом. Нам нужен тоже доступ к интернету не только для работы, нам нужен доступ к интернету тоже, чтобы получать удовольствие, чтобы заниматься своими увлечениями, чтобы мы могли просто здорово проводить время и хорошо себя чувствовать. В этих организованных сообществах нет равенства, а у них есть право к равенству, у них есть право к равенству в различных темах. Они могут тоже участвовать в гиберпространствах и требуются, чтобы в дискуссию вовлекать побольше субъектов. А теперь я хочу подвести итоги третьей части. Мы будем сейчас говорить на тему будущего ИГФ и также о вкладе динамичной коалиции. Я хотела бы еще одно сказать в конце. Очень важным является то, чтобы именно в этот момент ИГФ работала над взаимной передачей идей между разными сегментами. Я вчера получила информацию о том, что круглый стул выслушать странствам. Они активны в различных областях, например, экономически активны. И вопрос состоит в том, чтобы просто запрыгнуть в эту тему. Иные молодые люди, они не все время вовлекаются в эту тему. Они приходят и уходят. Если мы хотим всех интегрировать, если мы хотим обеспечить постоянное участие этих людей, этих групп, то нужно этому посодействовать. Очень не хватает мотивировок для, например, экономической деятельности. И мы очень часто пользуемся трудом волонтером, трудом представителей гражданского общества. Но такое неравное вовлечение это огромный барьер, особенно для молодых людей, особенно для людей, которые живут в провинции. Тем более, когда мы ограничиваемся различными обязательствами, особенно когда люди мало зарабатывают, то им очень сложно заниматься еще какой-то дополнительной работой. Густаво, спасибо. Спасибо за то, что вы строите очередной мост с предыдущей дискуссией и дискуссией, которая еще будет. Мы сейчас будем говорить о будущем IGF, что сообщество IGF может сделать, что сообщество форума может сделать. IGF делает огромную работу. Благодаря IGF мы совершили большой прогресс. И еще в этой части нашей дискуссии я хочу обратиться к двум участникам. И я хочу сейчас обратиться к представителю молодежи. Каково будущее IGF по-вашему? Большое спасибо, Татьяна. Я стараюсь кратко. С точки зрения коалиции молодежи сегодняшняя ситуация обсуждается нами в контексте важнейших тем коалиции молодежи. мы представляем тему касательно того, какую роль молодые люди будут, какую роль будут играть молодые люди, какую роль мы хотим выполнять, как мы можем добиться большей силы, большего воздействия, как мы работаем, как мы объединяемся с международным сообществом, как мы организовываем нашу работу в группе послов форума. нам требуется больше вовлечения. Для нас мы считаем, что важные темы должны обсуждаться с сильными лидерами, лидерами, которые влиятельны. Что касается будущего, в перспективе динамической коалиции мы должны сосредоточиться на межсекторном сотрудничестве, как это проходило в контексте BBF. Возможно, они были недостаточно сосредоточены на том, чтобы увидеть нашу роль, оценить эту роль, но тем не менее наши панели очень важны. что касается будущего, GF+, это модель очень важная, и на панели высокого уровня он сосредотачивается именно на таком содействии. динамические коалиции и другие элементы работы нашей группы должны быть основаны на цифровом сотрудничестве. Мы участвовали также в ИГФ плюс от имени YC. Мы также должны продвигать сотрудничество между коалициями в этом году. Мы сотрудничали с коалициями в контексте подготовки рекомендации по контролю. Мы участвовали также в одной из сессий коалиции внутренних дел, и мы тогда узнаем, как работает динамическая коалиция, и мы принадлежим широкому сообществу, и нам необходимо воздействовать на улучшение, на прогресс и GF. Очень важно, чтобы репрезентацию молодых людей подключать под активности между секторами форума. Мы должны принимать решения на тему будущего, мы должны поощрять сотрудничество с молодежью, нужно слышать наш голос, наш голос необходимо учитывать, чтобы строить будущее и форума, и в общем порядка в киберпространстве. Спасибо, Айлин. Здорово увидеть, что молодые люди так активно участвуют в этих процессах. А сейчас я передам, предоставлю слово Оливеру. Мне кажется, что динамическая коалиция в контексте ценности интернета тоже очень интересная тема. У вас 20 секунд. Татьяна, вы очень следите за, строго следите за временем. Мне бы не хватило 20 минут, а даете мне 20 секунд. Эта сессия показывает, что любая коалиция смотрит на все с другой точки зрения и здорово посмотреть на разные проблемы с разных точек зрения. И будущая форума IGF это динамические коалиции и поэтому очень важно, что проходит эта сессия, потому что именно благодаря вам, благодаря участникам этой сессии ваша энергия, она просто чудесно необходима и она очень важна для будущего форума. Оливьер, большое спасибо. Я хочу всем напомнить о том, я вижу, что у нас очень много участников, с нами 103 человека, и я надеюсь, что вам нравится наша дискуссия. У нас еще сколось несколько минут, чтобы подвести итоги последней тематики мы говорили про будущее форума, про будущее AGF, так что если кто-то еще хочет прокомментировать, пожалуйста. Люди с неполноценностями хотят участия, и они участвуют в некоторой степени, но есть некоторые вещи, которые мы не можем сделать. Динамическая коалиция создала некоторые стандарты доступа, и мы хотим, например, поправить некоторые сайты. Некоторые сайты нужно создать сначала, и в моменте, когда мы перейдем к физическому контакту, мы надеемся, что также в будущем году мы встретимся лично, и тогда очень важно, чтобы увидеть, что для людям с неполноценностью намного сложнее путешествовать, эти путешествия дороже. Мы понимаем, что и у форума есть проблемы, но есть и планы, и мы надеемся на сотрудничество с нами, чтобы поддержать именно тех людей из провинций, из более бедных регионов. Пожалуйста, помните об этих людях, помните о основных потребностях людей с неполноценностью, ничего, о нас без нас. И еще два человека, и я закрою эту часть. А потом перейдем к окончательным, заключительным итогам. Татьяна, спасибо за возможность высказаться. Я не говорю сейчас от имени коалиции, к которым я принаближу. Я хочу сказать, как со-модератор всех динамических коалиций. Я очень рада богатству этих дебатов. Я наблюдала различные, я наблюдала, что обсуждаются различные темы, очень важные для будущего. Я вижу, что сотрудничество между коалициями может развиваться в контексте IGF. Я хочу сказать несколько слов с точки зрения круглого стола парламентария. И речь идет не только о круглом столе, речь идет о том, что говорили парламентарии на вчерашнем заседании. Все представили очень интересные замечания, очень интересные комментарии. Мы заметили, что между тем, что сегодня и тем, что мы обсуждали в прошлом году в Берлине, парламентарии могут сотрудничать с динамическими коалициями и могут выполнить предпринятие различной меры, которые нас всех продвинут. Большое спасибо, спасибо за всю вашу работу, за вашу работу в поддержку организации коалиций. Марьяна, мы переходим к итогам. Пожалуйста, тебе передаются слова. Я хочу подчеркнуть комментарий, который Линда написала в чате. Я хочу подчеркнуть значимость первой статьи в карте права в интернете. Качество услуг, качество услуг, которым есть право у всех людей. Так что наш доступ должен быть в соответствии с развивающимся технологическим прогрессом. Я хочу тоже отблагодарить всех участников, что вы отдали свое время. Некоторые из вас регистрировались, входили онлайн в 3-4 утра. Это все проходит добровольно. наше время это деньги, а мы свое время, свои деньги вкладываем в этот процесс. И я вам искренне благодарна за вашу работу, за ваше участие. Спасибо тоже организационному коммунитету. я благодарю также всех, кто нас поддерживает в технических вопросах. Мы надеемся на большее количество грантов. И если мы только получим деньги, вот тогда увидите, что мы сможем сделать. Если у вас есть деньги, давайте их нам. Мы сделаем много. Марианна, спасибо. Я сейчас хочу сказать, что действительно с нами уже 107 человек. И я хочу передать слово опять Ханан, для того, чтобы она подвела итоги нашей встречи. Тебе слово. Спасибо, Татьяна. Спасибо всем паналистам. Спасибо всем энергиям. Участникам благодаря вам эта дискуссия была действительно интересной. У нас будет также транскрипт этой сессии. Вы сможете проследить все высказывания всех секторов, тех, кто участвовал в этой встрече, высказывался. И это действительно является для нас огромной ценностью. У нас будет также резюме рекомендации. Я хочу поблагодарить крестных крестного отца, крестную мать из Марка и Ютсу. Большое спасибо за вашу поражение, за всю работу, которая выполняется в коалиции. Я знаю, сколько это требует, потому что я являюсь председательницей одной из таких коалиций. Я знаю, как они могут влиять на политические процессы в разных контекстах. Поэтому я хочу поощрить всех, чтобы они выбрали тему, которая вам близка к сердцу, чтобы вы присоединились к работе коалиции. Именно из-за того, что это относится к сути тех вопросов, которые лежат у основ нашей дебаты. И понемножку для всех. Поэтому для тех, кто задавал вопрос, как можно присоединиться к коалиции, пожалуйста, зайти на веб-страницу секретарета, там найдете адрес имейл. Каждой коалиции можете выбрать такую, которая вам больше всего подходит. Конечно, это работа, которая является бесплатной, волонтерской, но можно к ней присоединиться. Я подчеркиваю, что мы это делаем, то, что мы любим, мы хотим иметь вклад в эти цели, в эти пункты повестки дня. Я думаю, что это действительно значимо. Что касается резюме нашей сессии, я хочу отнестись к нам всем. У нас есть роли, которые нам нужно сыграть, мы должны быть более инклюзивными, мы должны обеспечить, чтобы каждый сегмен общества представлялся соответствующим образом пандемии. COVID-19 заставило нас осознать, что интернет является основным лимитом. Те, кто не думал, что интернет может сыграть ключевую роль в прогрессе общества и экономики сейчас поняли, что это действительно так. Мы осознали также, каким образом пандемия расширила этот разрыв. У нас цифровой разрыв, гендерный разрыв, у нас также пробел, связанный с видимостью. Никого нельзя оставить на стороне. На практике мы должны делать то, о чем мы говорим. Поэтому я думаю, что эта платформа, будем надеяться, будет важным пунктом для того, чтобы призывать политиков к тому, чтобы они учли все эти аспекты, и также, чтобы они отвечали на информацию, которую мы получаем со стороны местных сообществ из всего мира. это одна из самых активных сессий, на которой я когда-либо была, в которой я участвовала как мотератор. Это все благодаря богатой дискуссии. Я поощряю всех участников, чтобы вы прочитали документы, которые были представлены коалицией всеми, на самом деле коалициями, потому что эти документы содержат побольше подробностей, они выходят на более высокий уровень. может быть у нас нет этого идеального решения, нет решения всех проблем, но это процесс. Мы знаем, что это означает, чтобы вовлекаться в ЕГЭ уже столько лет, как минимум на протяжении 20 лет. Мы это делаем по определенным причинам. Мы видим влияние, мы знаем, что мы все лучше справляемся, и потом мы в состоянии включить побольше сегментов параметариев и молодых людей к дискуссии. Надеюсь, что эта сессия вам понравилась, так же, как и мне понравилась. Я благодарю вас всех, благодарю переводчиков, благодарю Татьяну, Маркуса, Рута за вашу поддержку в области работы динамичных коалиций. Большое спасибо всем панелистам, и это, пожалуй, все с моей стороны. Еще раз спасибо и до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. Замечательная модерация, спасибо. Да, мы тоже благодарим. И также хочу поблагодарить тех, кто готовил китры и также переводчиков языка жестов. Большое спасибо. Отличная сессия. Большое спасибо. Отличная модерация. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...